За ними охотятся, а неузнаваемые лица Соловьева уничтожили. На меня личное распоряжение ликвидации выдал Зеленский. Ну это же идиотизм! Друзья, всем привет! Вчера под Москвой был уничтожен высокопоставленный российский грушник, и это вызвало просто истерику у Соловьиного. Сейчас расскажу и об уничтожении грушника, и о истерике Соловьева. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Итак, вчера под Москвой был уничтожен 44-летний Никита Клинков. Это заместитель командира Центра подготовки сил специальных операций Российской Федерации. Высокопоставленный российский грушник, очень высокопоставленный, расстрелян был в упор восьми выстрелами. Посмотрите видео с места событий. Блестящая операция, но хочу сказать вам, что почему-то эта операция вызвала истерику у Соловьина. С чего бы? Просто начал, во-первых, он начал рассказывать, что и его-то хотят уничтожить. Лично Зеленский хочет его. Конечно, послушайте. Покушение и убийство на территории нашей страны происходит не только по личному указанию Зеленского, но, по крайней мере, я знаю, что на меня личное распоряжение ликвидации выдал Зеленский. Еще постоянно. Вот сейчас опять пошла угроза, потому что требует, чтобы вот Соловьева уничтожили. Ему обидно то, что я говорю. Правда ему в глаза режут. То же самое с Маргаритой Симонной. Симонян. И рядом других наших коллег. Да, и Маргариту. Ой-ой-ой. Ну, а дальше начал истерить. Почему, мол, у офицера не было оружия? Почему офицерам таким не разрешают защищать себя? Послушайте, может, он бы там отстреливался. За ними охотятся неузнаваемые лица. А мы? Мы им даже не можем доверить оружие на себе носить. Вот сейчас погиб военнослужащий, неделю назад вернувший из зоны специальной военной операции. Его расстреляли в Подмосковье. Он был профессионал. Как вы считаете? Если бы на нем был ствол, он бы смог себя защитить? У него семь пуль, что ли, там выпустили? Если бы у него был ствол, у него хотя бы был шанс. Ну, хорошо, мы так боимся, что наши граждане друг друга перестреляют. По себе, что ли, судим? Но почему мы не можем сделать элементарного? Почему мы не можем разрешить людям в погонах иметь возможность пользоваться оружием, носить оружие, чтобы оно было всегда при них, хотя бы короткий ствол? Это люди ответственные. Страна им доверяет калибр от 5,45 до 210. При желании у них там в подчинении бывают батареи, которые могут город с лица земли снести. Но мы им не доверяем ходить с коротким стволом и иметь возможность защитить себя, хотя охотиться за ними, за членами их семей. Вот Соловьев продолжает, мол, так дайте, дайте же им уже оружие. Оно им очень нужно, и они с ним там, ох, что сделают. Но не может им доверить? Почему? Я реально это не могу понять. Почему мы им говорим, что вот смешной пост увидел у панды, что ребята там, серьезно относитесь. Девушку можно за ночь уговорить, там, в постели заточить в первый вечер, а ждать нарезной ствол надо 5 лет. Вы мне объясните, почему если человек офицер, который постоянно имеет дело с нарезным, то он все равно должен пройти через все ограничения, придуманные, это не Росгвардия проблема, так законы прописаны, придуманные не ясно кем, что сначала гладкий ствол и 5 лет ждать. Ну, я вам рассказываю, когда мой друг полковник, не вот артиллерист, он просто еле дождался, когда ему можно было с нарезным, при том, что у него нарезной постоянно на службе. Ну, это же идиотизм! Неужели это непонятно? Это просто реальный идиотизм? Ну, и эксперт, которого он включает, то тоже вторит ему, да, конечно, это же наша новая элита, нам нужно дать оружие. Уверять обществу, а если, ну, тем более офицерам, боевым офицерам, прошедшим обучение, прошедшим, имеющим опыт боевых действий, да, ну, почему действительно не обычный краткоствол? Там с нарезным я еще понимаю возражения, так, но с краткостволом-то почему? Почему вообще у нас все тормозится с этим гражданским оружием? Почему какие-то очень странные вещи? Ну, допустим, я вот не про это, так, но ведь боевые офицеры в тех условиях, что у нас сейчас, ну, действительно, они должны иметь возможность, за ними реально охотятся, они должны иметь возможность самообороны. И мне кажется, что это было бы очень важно с точки зрения, тут мы же говорим, новая элита, да, но ведь они новая элита. Конечно. Да, и на мой взгляд, было бы очень правильно, если бы государство вот этой, этим людям, которые государство, власть объявило само, да, новой элитой, доверило бы ношение, действительно, гражданского оружия, облегчило бы им возможность... А на самом деле все не случайно, он там, это идиотизм, я думаю, что он скоро закроет рот, Соловьев, ему сейчас быстро закроют рот на эту тему. Дело в том, что это совершенно не случайно. Таких тоталитарных странах, как Российская Федерация, как раз военным внутри страны, тем более в Москве, никто и не собирается давать носить, как он говорит, короткоствол, ходить с оружием, потому что прекрасно режим понимает, что завтра соберется таких 10 майоров, капитанов, полковников, вспомните Африку и многие другие, Латинскую Америку и прочее. И привет, поэтому всегда, ну, привет режиму, поэтому всегда, всегда, на самом деле режим боится всех этих клинковых, конечно, он их юзает, конечно, он их отправляет умирать, но внутри страны только охранка, только свои, и то с огромным препятствиями, контролем и со всем, что только возможно. Поэтому думаю, что скоро Соловьев на эту тему рот закроет, ну, а пока, как вы видите, поистерил, страшно ему. Друзья, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Держим строй!